Говорит Черкесск Доброе утро, уважаемые радиослушатели! Сегодня понедельник, 17 октября, в студии Мадина Жужуева. И вот что вы услышите в нашей программе. По поручению президента в регионах России, в том числе и в Карачао-Черкесии, проводится капитальный ремонт студенческих общежитий. Развитие благотворительности в регионе в числе приоритетных задач органов власти. Энергосистема Карачао-Черкесии готова к прохождению осенне-зимнего периода. Все эти темы мы попытаемся раскрыть через считанные секунды. Будьте с нами! Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро всем тем, кто к нам только что присоединился. В эфире информационно-аналитическая программа «Ракурс». Сегодня понедельник, 17 октября, в студии Мадина Жужуева. В 2022 году по поручению президента Российской Федерации в стране продолжается работа по капитальному ремонту общежитий при федеральных государственных вузах. Стоит отметить, что проект по капитальному ремонту общежитий входит в народную программу «Единой России», которая предложила включить в проект федерального бюджета дополнительные субсидии на капитальный ремонт общежитий вуза в размере 3 млрд рублей ежегодно. Дополнительное финансирование позволит привести не менее 100 тысяч квадратных метров площади в нормативное состояние, что позволит увеличить количество мест для проживания нуждающихся в общежитии студентов. В настоящее время в регионах, в том числе и Карачаево-Черкесии, проводится большая работа по капитальному ремонту общежитий вузов. Пресс-секретарь Карачаево-Черкесского регионального отделения партии «Единой России» Фатима Мидова сообщил, что наша республика активно включилась в этот процесс. Это стало одним из ключевых направлений народной программы, так как во время ее подготовки просьба о реставрации общежития от преподавателей и студентов звучала чаще всего. На сегодняшний день многие из обозначенных проблем уже решены, добавила Мидова. Это программа по капитальному ремонту студенческих общежитий в высших учебных заведениях. Как она родилась, как это все направление появилось. В прошлом году, во время подготовки предвыборной программы на выборах в Госдуму, кандидаты, депутаты, представители от партии встречались с коллективами высших учебных заведений, с преподавателями и студентами. И на этих встречах как раз очень много вопросов звучало по состоянию текущему студенческих общежитий, что они требуют ремонта. И вот это направление вошло в народную программу партии, с которой как раз «Единая Россия» победила на выборах в Госдуму, стала одним из главных пунктов и как раз началась реализация этого проекта. По народной программе партии «Единая Россия», главная цель которой сделать условия студентов комфортными и безопасными, всего будет отремонтировано 357 общежитий и участвуют в ней 238 вузов страны. Среди них два вуза Корчаво-Черкесия, Северокавказская государственная академия в городе Черкесске и Корчаво-Черкесский государственный университет имени Умара Льева в городе Корчавске. На проведение ремонта корпуса номер один общежития Северокавказской государственной академии вуз получил 27 миллионов рублей. На эти средства ремонтируют коридоры, лестничные площадки, холл. Начали с верхних этажей девятиэтажного здания. Здесь уже очистили и выровняли стены, потолки и заменили электропроводку. В настоящее время в общежитии проживает порядка 400 студентов, 200 из которых ребята из зарубежных стран. Ремонт в комнатах, где проживают студенты, начали несколько лет назад. Поэтому сейчас в основном внимании уделяют коридорам и общим помещениям. В нашей республике в программе принимают участие два вуза. Это Северокавказская государственная академия. Здесь проходит ремонт общежития. Корпус один общежития на улице Даватора и Корочаво-Черкесский государственный университет имени Умара Льева. Они подали заявку на реконструкцию двух корпусов общежития. И вот как раз в прошлом году первый корпус уже закончили. В этом году завершается во втором корпусе. Что касается самих ремонтных работ, в Северокавказской государственной академии не так давно они своими силами отремонтировали блоки, в которых проживают студенты. Поэтому выделенные средства по программе они решили направить на ремонт и реконструкцию общих зон пользований. Это лестничные пролеты, рекреации, помещения на этажах. Сейчас идет ремонт. По программе они должны закончить до Нового года. Но вот сами этажи, рекреации, помещения на этажах, входная группа. Полностью, да, заменяют электропроводку в коридорах, где есть, ну там выходят окна. Окна заменяются полностью, ремонт косметический, лестничные пролеты, все это. Снаружи они будут менять входную группу. Это крыльцо, двери, делать там пандус для людей с ограниченными возможностями здоровья. Там проживает, по-моему, порядка 700 студентов. Из них большая часть иностранные студенты. В регионе созданы мониторинговые группы, куда вошли депутаты от партии, руководство вузов, сами студенты, проживающие в общежитиях. Главная задача, которая стоит перед активом партии в регионах, это контролировать то, как реализуется народная программа. С этой целью все лето такие мониторинговые группы выезжали на объект и смотрели, на какой стадии ремонт или строительство. Задача мониторинговой группы проследить, чтобы все работы завершились в установленные сроки и были реализованы качественно и в полном объеме, напомнила Фатима Медова. В партии на базе регионального отделения созданы мониторинговые группы, которые как раз следят за ходом ремонтных работ, реализацией программы. И во время одного из таких выездов подрядчик заверил, что к ноябрю все работы будут завершены. Здесь программа предусматривает не разовое участие. Они могут заявки подавать и каждый год принимать участие в течение трех лет, пока действует программа. Допустим, сейчас они подали на этот объем работы, его выполнили, если все успешно в сроки уложились, финансирование как бы правильно использовали, то в следующем году тоже подают заявку. И вероятность того, что они выиграли, если все нормально прошло в этом году, большая. Пока действует программа, не ограничено участие. Допустим, если один год вы получили финансирование, это не значит, что второй год не можете. Ремонт в Карачаево-Черкесском государственном университете имени Умара-Алеева в городе Карачаевска также начался. Ход строительных работ контролируют представители «Единая Россия». В обновленном общежитии студентам государственного университета имени Умара-Алеева станет не только комфортнее, но и безопаснее. В рамках капремонта в здании будет заменена инженерная коммуникация и отремонтированы санблоки. После капремонта общежитие приобретет совершенно другой вид. У студентов общежития появятся все условия, и им гораздо приятнее будет находиться в общежитии, рассказывает пресс-секретарь Карачаево-Черкесского регионального отделения партии «Единая Россия» Фатима Медова. К примеру, Карачаево-Черкесский университет, то, что в городе Карачаевске, они второй год участвуют в программе. Они как раз проводят более масштабные работы, у них полностью практически реконструкция здания получается, потому что они и блоки, где проживают студенты, комнаты студентов, полностью ремонтируют. Тоже там практически все сняли до штукатурки, до стен, и вот такой масштабный ремонт. Да, меняют электропроводку и отопление, и водопроводную в ванных комнатах душевых. Плюс у них протягивают сразу интернет, чтобы в комнатах был доступ к интернету. В соседнем корпусе, допустим, вот в университете в Карачаевске, у них два корпуса общежития, и большая часть студентов проживалась во втором корпусе, который уже отремонтировали в прошлом году. Но тут еще основной объем работы они проводили летом, пока студенты находятся на каникулах, и как раз здание же там семиэтажное, если не ошибаюсь, и вот они по мере сдачи этажей уже студенты заселяются обратно. Народная программа партии – это живой документ, который может дополняться и изменяться под новые реалии. Жители регионов продолжают вносить свои же идеи в главный документ Единой России, и уже подготовлено несколько новых предложений. В нее также включена программа капремонта колледжей и техникумов. Каждый новый пункт народной программы партии получит финансирование. Таким образом, большое внимание будет уделено вопросам ремонта общежитий средних специальных учебных заведений. Пока в рамках программы входят только студенческие общежития в высших учебных заведениях, но в этом году были внесены изменения, и общежития СУЗов тоже будут ремонтироваться. У нас участвуют государственные ВУЗы, это как раз ВУЗы под ведомственное министерство образования или просвещения. Для участия в программе ВУЗ сам должен подать заявку. В этом году Единая Россия также добилась дополнительного финансирования этой программы. В прошлом году сами ВУЗы участвовали в программе Министерства образования и науки. Там было просто немножко меньше цифры выделялись. И вот мы также добились, ну партия инициировала дополнительное финансирование. И ежегодно в течение следующих трех лет на ремонт общежитий будет выделяться по 3 миллиарда рублей из федерального бюджета, что позволит отремонтировать порядка 300 тысяч квадратных метров общежитий. Многие студенческие общежития нуждаются в существенной реконструкции. Напомню, по инициативе Единой России из федерального бюджета на строительство и ремонт студенческих общежитий выделено по 3 миллиарда рублей ежегодно до 2024 года включительно. Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро всем тем, кто к нам только что присоединился. Я в эфире информационно-аналитическая программа «Ракурс». Сегодня понедельник, 17 октября. В студии Мадина Жужуева. В Карачао-Черкесии представители органов власти, Общественной палаты и Благотворительного фонда обсудили вопросы развития благотворительности в регионе и вовлечения в эту деятельность все больше волонтеров. Стоит отметить, что в последние десятилетия в России, в том числе и нашей республике, активизировался интерес к благотворительности. Появилось достаточно большое количество фондов, занимающихся сбором и распределением средств в благотворительных целях. Так, на встрече участники рассказывали, как в период пандемии многие благотворительные фонды, Карачао-Черкесии и неравнодушные люди соединились и помогали землякам, медикаментами и средствами индивидуальной защиты. Да, и сейчас многие граждане активно откликаются на призывы о помощи малоимущим семьям и больным детям. Все это говорит об изменении гражданского общества и осознании им своей социальной миссии, признании гражданами необходимости социальной солидарности. Милосердный человек отдавая получает в разы больше, потому что добро порождает добро, считает председатель общественной палаты Карачао-Черкесии Елена Ляшова. Добровольческая активность граждан общественных организаций это важный фактор социального развития общества. Это, пожалуй, единственная территория, где люди не пытаются реализовывать свои личные амбиции и достигать каких-либо кроме одной главной цели это бескорыстная помощь человеку. И период пандемии внес коррективы в развитие всех сверхжизней и добровольческой активности. Мы знаем, что именно благодаря благотворительным фондам, благодаря волонтерам у нас активно оказывалась помощь нашему населению. И именно пандемия дала возможность нам всем понять, что такое в очередной раз благотворительность и искренняя помощь, когда непосредственно сосед соседу протягивал помощь и когда общественные организации в том числе ее оказывали. И сегодняшнее непростое время, в которое мы с вами живем, когда происходит международное давление на нашу страну, когда, соответственно, перед нашей страной стоят уже новые задачи, в том числе и благотворительные фонды, и волонтеры, у нас занимаются очень важной новой миссией для нас всех вместе взятой. Это в том числе и помощь, которая оказывается и регионам ДНР и ЛНР, это, соответственно, и помощь беженцам, которые оказались на нашей территории. Это в том числе, соответственно, и сейчас у нас оказывается помощь и поддержка нашим военнослужащим. И поэтому это, конечно, тема для нас новая, но в том числе общество сплотилось, и единая команда готова оказать поддержку и в этом направлении. О том, что благотворительность играет большую роль в решении социальных проблем в самых разных сферах, говорил и заместитель председателя Комитета народного собрания в парламенте Крачева-Черкесии по национальной политике, внешним связям, делам некоммерческих организаций, средствам массовой информации Расул Кубанов, который также считает, что благотворительность в России стала неотъемлемой частью жизни нашего общества. В нашей стране число неравнодушных людей, помогающих тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию, растет. Все чаще, когда приходится решать неотложные вопросы, на помощь приходят благотворительные фонды, которые берут на себя решение социальных проблем, отметил Расул Микерович. Безусловно, ты должен быть мотивирован и душевно склонен к такой деятельности, быть готовым к тому, что за эту деятельность тебя не ждут какие-то материальные блага, блага этого мира и так далее. Это в основном безвозмездная деятельность, если брать в общем народ, да. Но, естественно, есть благотворительные организации, мир меняется, благотворительные организации систематизируются и так далее. Есть какие-то и штатные единицы, оплачиваемые и так далее. И это нормальная практика для того, чтобы в современных реалиях, условиях существовать и выживать, и делать эффективную работу. Человек должен заниматься этим с утра до вечера. Должны быть люди, которые непосредственно должны быть заняты этим. И то, что они за работу получают какое-то вознаграждение, это тоже нормально, в принципе, оно не противоречит, по большому счету, духу самой благотворительности. Благотворительность заключается в безвозмездной помощи тем, кто в этом нуждается. Ее особенность состоит в том, что она основана на свободном, без какого-либо принуждения благотворителям. Однако весьма важно для организаций, занятых в этой сфере, не просто заниматься решением уже имеющихся проблем, но и способствовать развитию и формированию высокого уровня социальной ответственности в обществе. Рассул Микерыч напомнил, что последние два года были тяжелыми в связи с пандемией. Эпидемия коронавируса изменяла все сферы жизни и принесла новые трудности, в том числе увеличение количества нуждающихся. Это привело к тому, что обращение за помощью в благотворительные фонды республики стало еще больше, так как у многих не было денег на приобретение необходимых лекарств. Он отметил, что во время пандемии все благотворительные фонды сплотились и оказывали всю помощь нуждающимся. Также были задействованы немалое количество волонтеров, которые разносили продукты по адресам. С начала режима самоизоляции многие нервнодушные люди в благотворительные фонды начали оказывать посильную помощь местному населению и медицинским работникам, напомнил председатель комитета народного собрания парламента Крычева-Черкесии по национальной политике, внешним связям, делам некоммерческих организаций и средствам массовой информации Расул Микеров. Сорганизовались, начали помогать друг другу, вышли на междурегиональный уровень, на федеральный уровень вышли многие наши фонды. По своим делам тоже очень много прославились. Это вот то, что вы упомянули. И в том числе такой кульминацией послужил, наверное, именно период всеобщего такого стресса для всех, когда из-за этой болезни, пандемии, сплотились практически все неравнодушные люди. На этом фоне мы здесь, даже в общественной палате, мы заседали рабочей группой при оперативном штабе по борьбе с пандемией. Появились здесь зачатки, ассоциативная форма работы, когда разные, не пересекавшиеся до этих пор организации начали пересекаться, решать совместные задачи, ставить совместный план. Планировали деятельность по разным направлениям и так далее. То есть обо всем этом было рассказано, но это как бы не было бы счастья, да несчастье помогло. Как говорится, это вывело благотворительную организацию немножко на другой уровень все-таки. И в том числе на другой уровень принятия местными органами государственной власти благотворительных фондов. Поскольку мы оказали все вместе очень серьезную поддержку в то время, когда действительно и органы госвласти не справлялись, и у нас все были свидетелями очень больших проблем, которые были. Но с этим у нас появилась такая прочная связь и с органами государственной власти, координация нашей деятельности. Мы и так и подошли. Мы даже, некоммерческий сектор, благотворительные организации в том числе, они в этот момент сняли в обществе такую социально-политическую напряженность. Своими действиями, конструктивной работой, привлечением лидеров общественного мнения на местах и так далее. Поэтому роль благотворительных организаций, некоммерческого сектора, безусловно, очень высока была в этот период. Благотворительные фонды Крачево-Черкесии активно занимаются сбором денежных средств для больных детей. Так, в 2020 году в Крачево-Черкесии был открыт сбор сначала для Магомеда Тюбиева со спинальной мышечной атрофией, а затем и для Адама Ногоева с таким же диагнозом. Для излечения данного заболевания и Магомеду, и Адаму нужен был самый дорогой препарат в мире. Именно волонтеры Республиканского благотворительного фонда «Территория милосердия» в течение нескольких месяцев занимались сбором денежных средств не только на улицах Крачево-Черкесии, но и Кабазино-Балкарии и Ингушетии. В зимний период волонтеры стояли на улицах возле торговых центров с банками, на которых были наклеены фото мальчика. Активно собирали деньги, чтобы успеть собрать необходимую сумму, пока им не исполнится два года. Все старались внести свою лепту в это благое дело, напомнил Расул Кубанов. Глобальные проблемы поставили перед нами такого же рода задачи. И мы думали, а чем мы должны заниматься в ассоциативной форме. Во-первых, каждая организация занимается чем, для чего она в принципе и организована, в каких целях. Они повседневно работают, выполняют свои уставные цели и задачи. Ну и во-вторых, мы координируем между собой нашу деятельность, для того, чтобы, а, не дублировать нашу деятельность одним и тем же, так сказать, доброполучателем. Координировать наши действия, как-то систематизировать и дифференцировать нашу помощь благополучателям нашей республики. Ну и Б, перед нами всегда стоят большие проблемы, которые надо решать и которые один фонд, например, или одна организация сама по себе решить просто не в состоянии и не может. Есть глобальные проблемы регионального характера, межрегионального характера, таких как наркомания, экология. У нас есть экологические проекты, которые мы вместе с федеральными структурами решаем. Это и медицинские проблемы. Вы знаете, да, что Карачао-Черкесия прославилась своей сплоченностью, народной сплоченностью, сплоченностью благотворительных фондов, организаций в период сбора для совершенно других детей из соседнего региона. Мега-сборы были, когда за 4 месяца удалось общими усилиями собрать 360 миллионов рублей. Такого история благотворительности в России не знает, поверьте мне. Когда я разговаривал с большими специалистами, в том числе разговаривал с президентом фонда «Круг добрых дел», который учрежден по инициативе президента Российской Федерации. Даже президент этого фонда, он отметил, что да, были такие сборы, большие сборы, но они проходили при участии, при вкладе олигархов в больших суммах и так собирались. Но так, чтобы вот так всенародно просто собрать по 50-100 тысяч рублей, такие суммы, таких прецедентов даже в России не было. Народ Карачао-Черкесии, он показал себя с самой наивысшей стороны, с самой лучшей стороны, показал в этом плане. И действительно, мы поняли, что когда находится ключ к сердцам людей, они могут сделать очень большие дела. Поэтому на сегодняшний день, безусловно, перед нами стоят новые глобальные задачи. На встрече участники говорили о том, что необходимо распространять информацию о важности благотворительной деятельности. Этого можно достичь и надо к этому стремиться. Для этого необходимо создавать условия тем, кто проявляет интерес и хочет делать добро. Говорили о том, что ведется сбор средств для поддержки наших мобилизованных земляков из Карачао-Черкесии. Совсем недавно благотворительным фондом «Территория милосердия» было собрано и отправлено 500 наборов личной гигиены для военнослужащих Российской Федерации. Сегодня, как никогда, актуален вопрос о помощи участникам специальной военной операции на Донбассе. Все желающие смогут поддержать наших военнослужащих, заявил Расул Кубанов. Конечно, мы далеки от того, чтобы рассуждать о той большой глобальной политике, может быть, мировой политике, о тех играх, которые происходят. Но на сегодняшний день есть реальные проблемы и задачи, угрозы, которые стоят перед нами. Наши сегодня молодые люди с оружием в руках защищают, можно сказать, суверенитет и свободу от некого такого шайтанского, я не знаю, образа жизни вообще в принципе. Сегодня Россия как государство, хотя мы постоянно говорим о недостаточности, но все равно в мировом масштабе она выступает как гарант, наверное, сохранения каких-то общечеловеческих семейных традиций, ценностей перед лицом, перед угрозой всеобщей такой мирового безбожия. Дело дошло до того, что мы видим сегодня. И наши с вами в регионе ребята, они уже призваны и мобилизованы и так далее. И, безусловно, некоммерческий сектор также должен сыграть свою роль, какую она играет при необходимых трудностях, которые нас постигают, и мобилизовать свои усилия здесь для того, чтобы помочь нашим мобилизованным ребятам. Мы передаем благотворительную помощь от фонда территория милосердия. Для наших мобилизованных мы приготовили 500 наборов гигиенических наборов для наших солдат, у которых входит и шампунь, и мыло, и гели для бритья, и бритвенные станки, и зубные пасты, щетки. Это все очень необходимые наборы. Они в специальных сумочках и так далее. Мы 500 наборов приготовили. Передаем это все в штаб мобилизационный, который, в свою очередь, отвезет нашим солдатам, ребятам на фронте, которые находятся. Что могу сказать? Не могу прогнозировать, что будет дальше. Может быть, будет еще сложнее и так далее. Но чем сложнее, тем крепче должны быть наши с вами узы, братства, кто по части благотворительности. Должна быть обратная связь обязательно, как и в пандемию, с органами государственной власти. Когда общество будет объединено и власть будет находить ответную реакцию от народа и давать свою ответную реакцию, конечно, безусловно, и собирать наших ребят будет легче. Им, естественно, от этого будет мотивация гораздо выше, если их гражданское население будет поддерживать во всем. Безусловно, их мотивация в защите своей Родины тоже будет достаточно высока. Естественно, будут и результаты относительно этого. Всероссийская политическая партия «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации на Украине оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался на освобожденных территориях Луганской и Донецкой народных республик. Региональное отделение партии «Единая Россия» также еженедельно передает посылки для военнослужащих, задействованных в спецоперации. Это питьевая вода, продукты питания и средства гигиены. Наши ресурсы не безграничны. Многие думают, что всем не поможешь. Да, это так, но только представьте, если каждый человек поможет хоть чем-то. Разве это мало, считает заместитель руководителя начальника отдела партийного строительства регионального исполнительного комитета Карачао-Черкесского регионального отделения партии «Единая Россия» Альберт Дзугаев. Опыт работы в пандемию показал нам наши сильные стороны, слабые стороны. Действительно, люди, которые принимают участие в этой волонтерской деятельности и привязаны к благотворительным организациям и вообще организациям, которые занимаются какими-то добрыми делами. Их, конечно, нужно же поддерживать, их нужно растить. Поэтому, конечно, ключевое звено всего этого процесса – это студенты. Самая активная сегодня часть нашего населения, они берут с нас пример, мы по мере возможностей показываем им правильный путь, честный, правильный. И вот благодаря усилиям всех присутствующих, я надеюсь, что дети в Карачао-Черкесии, выбрав вот это направление, смогут далеко продвинуться. Кроме того, что мы занимаемся непосредственно с детьми, ну, детьми, я их условно детьми называю, потому что это студенты, волонтеры, они разного возраста. Люди много старше меня, но все-таки основной костяк – это студенты, которым надо показывать, рассказывать. У многих глаза горят, конечно же, и они учатся, делают, не боятся очень хорошо. Но я бы вот еще на чем остановил внимание, несмотря на то, что там с временем бросают определенные вызовы, и, похоже, там нет конца этим вызовам. Многие благотворительные организации по-прежнему занимаются помощью малоимущим, инвалидам, опанным, заболеваниям ОВЗ и другим. И действительно, все-таки ключевым сейчас, чтобы мы как бы не забыли вот эти моменты тоже, да, но ключевым для нас сегодня является, конечно, помощь нашим военнослужащим, которые принимают участие. По поводу там действительно уникальности ряда позиций. Коричаво-Черкесия – один из немногих регионов, которые взяли в шефство подразделения, 34-ю горную обострелковую бригаду. Отправляем туда грузы. Это питьевая вода, которой есть постоянная потребность. Мы отправляли туда продуктовые наборы, мы отправляли туда средства гигиены нашим бойцам. Идет взаимосвязь с рядом министерств, отправляли при участии Министерства природных ресурсов экологии дрова, потому что уже время такое, уже шесть автомашин КАМАЗов ушло туда, груженных. Отправляли туда вязаные вещи, проводили всевозможные акции, вот вязаные носки и другие вещи. Отправляли туда электрические генераторы, у которых есть потребность. Понятно, мы с собой не заменим Министерство обороны, но и тем не менее. Очень много действительно есть людей, которые хотели бы принять участие в своей копейке. То есть не все миллионеры, но кто-то 500 рублей, кто-то 1000. Это как раз тот случай, когда копейка собирает рубль, на этот рубль что-то можно покупать. Потому что действительно республика экипирует наших военнослужащих, которые отправляются. Они уже идут не просто мобилизованные, они уже идут как военнослужащие. То есть по норме довольствия они экипированы. Плюс республика дополнительно покупала спальные мешки, коврики, саперные лопаты там, плюс еще какие-то вот вещи. Мы тоже принимаем участие. Вот этот момент бы тоже республике выполнить, потому что это наши братья, дети, в том числе. Того, насколько комфортно будет им там. И главное не забыть их семьи здесь. И вот как раз тот вызов, который сегодня сталкивается в благотворительной организации, кроме того, что сегодня уже набрано как бы в копилке добрых дел и текущей деятельности, это вот еще добавляются семьи этих военнослужащих, которые тоже могут в чем-то нуждаться. Потому что сегодня уже проговаривается в республике, уже реализуются моменты. Где-то в школу устроить, где-то в садик, где-то еще какие-то вещи. В том числе, может быть, где-то кто-то будет нуждаться и в продуктовых какой-то помощи. Такой комплекс работ, который вот сегодня можно было бы проговорить здесь и объединить усилия. И уже тоже так же, как и по линии во благо ассоциаций благотворительных фондов. Тут не присутствуют еще многие, конечно, активные участники благотворительной деятельности, которые принимали активное участие в период пандемии. Президент Крачево-Черкесского благотворительного фонда «Территория милосердия» Артур Кийков считает, что много сил и времени необходимо вкладывать в то, чтобы научить детей растить в себе доброту и помогать нуждающимся. С раннего детства нужно заложить в детях правильное представление о помощи и воспитать то поколение, которое будет менять мир благотворительности в будущем, считает Артур Баширович. Как мы воспитаем детей сейчас, так они и будут относиться к нам. Многие родители стремятся развивать у детей такие качества, как уверенность в себе, настойчивость или встремленность, способность постоять за себя, но все меньше внимания уделяет воспитанию такого прекрасного качества, как доброта. А ведь именно отзывчивость, щедрость, открытость, вежливость, готовность помочь ближнему являются важнейшими человеческими качествами, отметил он. Одним из таких важных моментов, которые нужно подчеркнуть, целью чего является вообще создание благотворительных организаций, потом их консолидация, создание ассоциаций благотворительных некоммерческих организаций. Это в первую очередь, самая главная цель – это воспитать подрастающее поколение и привить им культуру этой благотворительности, чтобы рано или поздно кадры меняются, люди меняются, кто-то приходит, кто-то уходит, но самая главная цель, что за нами те, которые будут идти, чтобы они не просто оставались на той же ступени, на которую мы смогли дойти, а чтобы они поднимали это знамя благотворительностью все выше и выше. И тут нет каких-то понятий, как-то благотворительность в свете национального признака или религиозного. Но благотворительность не имеет каких-то границ. Она как человечность, она не имеет границ. То есть, насколько в человеке есть человечность, настолько в нем есть сострадание, и, соответственно, всегда будет место для благотворительности, для того, чтобы каждый мог делиться со своим ближним, может и не с ближним, с теми благами, которые у него есть. Привитие вот этой культуры – это основная цель, чтобы мы могли свой опыт, свою практику, то, что мы сами наработали, передавать новым организациям, которые будут еще регистрироваться, потому что процесс появления благотворительных организаций – это же непрекращающийся процесс. Появляются новые вызовы в обществе, появляются новые ориентированные на решение этих проблем благотворительные или некоммерческие организации. В Крачево-Черкесии уже сейчас многие занимаются сбором средств для военнослужащих. В их числе автономная некоммерческая организация Центра содействия реабилитации детей и инвалидов «Счастливое детство». Родители детей, которые получают в Центре социальной услуги, собрали 48 тысяч рублей для нужд военных. Вместе с тем директор Центра «Счастливое детство» Игорь Атаян загорчен тем, что дети, нуждающиеся в лечении операций за рубежом, не могут попасть в клиники, заведенных Западом санкцией. К сожалению, ситуация такова, что иностранные клиники не принимают больных из России. Когда начнется прием, пока неизвестно. Четких ответов от других стран сейчас не поступает, сообщил Игорь Юрьевич. Мы не очень-таки благотворительная организация, но нам очень помогают. Конечно, тяжело нам сейчас стало. Нам это, я говорю, от имени детей наших, родителей. Эти санкции, конечно, повлияли. Если где-то у нас были такие детки, которые могли были с помощью благотворительных фондов выехать за границу, они сейчас не могут выехать. И приходится получать ту реабилитацию, которая, к сожалению, не вся есть у нас в России, которая есть там, скажем, за границей. А так мы тоже у себя в центре проводим благотворительные курсы реабилитации для детей. Отбираем, конечно, смотрим, вникаем. Вообще мы такая, как бы, одна большая семья. Мы практически все друг друга. Нас 370, там 390 детей. Мы все друг друга знаем, знаем, кто, чем, как помочь им. И тоже идем и проводим им те благотворительные курсы той части реабилитации, что мы можем приобрести, отдать детям. Так, конечно, благотворительная деятельность у нас в республике очень-очень большая. Вот я недавно был в Волгограде, тоже нас собирали там по детским реабилитационным центрам. Когда там я рассказываю, говорю, что там нам помогают, то нам дают, то нам дают это. Честно, они вот так смотрят с открытыми ртами. И говорят, вы это ходите, умоляете, просите фондам. Мы говорим, нет, мы ничего не умоляем. Фонды нам звонят, предлагают. Поэтому мы очень благодарны нашим региональным фондам. Хочется сказать огромное спасибо, конечно. Но так в целом работаем тесно. Мы тоже члены ассоциации во благо. Чем можем, всегда тоже готовы помочь. Мы тоже открыли небольшой сбор у нас помощи нашим землякам. Понятно, что мы не можем собрать огромную сумму, потому что у нас в основном это мамы-одиночки, которые не работают, живут на ту пенсию, которую государство платит по уходу за ребенком. У нас в группе мы открыли, мы нигде не афишируемся. Да, вечером мы открыли, но сегодня мы уже собрали 48 тысяч. Да, я еще раз повторю, что это, конечно, не та сумма, конечно, ну, что-то хоть маленькая такая толика, конечно, это наше общее дело. И у нас один мальчик, ему 14 лет, и он мне написал, Игорь Юрьевич, давайте мы сбор подпишем за победу. И мы так его и назвали, сбор идет за победу. И к этому вот, что мы там соберем, мы не знаем, что покупать, и поэтому мы решили передать ОНФ, пусть они там знают, что надо. Ну и с этим, что мы там соберем, с этими денежками, как говорится, мы, конечно, наши дети там рисуют то, что может, рисунки, письма нашим солдатам. Ну, как бы вот так вот. Исторически благотворительность имела в России колоссальное экономическое значение. В благотворительной деятельности активно участвовали промышленники, купцы, состоятельные граждане. В конце концов, большая часть больниц и образовательных учреждений была построена именно на средства меценатов, купцов, фабрикантов, землевладельцев. Скажем, в Коломне немалую часть городского благоустройства до революции брал на себя местный бизнес. Центр города был приведен в порядок и поддерживался купцом Чуприковым, владельцем фабрики знаменитой Коломенской пастилы и одним из крупнейших предпринимателей в городе. За достаточно крупные вложения на социальные нужды предприниматели получали более чем значительные налоговые преференции и личную благосклонность дворам. Так, Викула Морозов, построивший Морозовскую больницу в Москве по воспоминаниям современников, не раз хвастался, что, вложив большие деньги и оказав неоценимую помощь людям по итогам двух лет после окончания строительства, сэкономил много больше. И, как мы уже говорили в самом начале, добро порождает добро. Действительно, это так. На волне Республиканского радио информационно-аналитическая программа «Ракурс». Сегодня понедельник, 17 октября. В студии Мадина Жужуева. Энергетики филиала «Россети Северного Кавказа» Карачаево-Черкесэнерго завершают подготовку к наиболее трудному и ответственному осенне-зимнему периоду. О том, как проходит подготовка электросетевого хозяйства к предстоящим холодам, все ли сделано для того, чтобы пик нагрузки на сети был пройден без сбоев, в нашей программе рассказал главный специалист Департамента по взаимодействию со СМИ «Россети Северный Кавказ» Надежда Алакаева. Надежда Мухаммедовна, буквально считанные дни остаются до начала отопительного сезона, или, как говорят энергетики, сезона максимальной нагрузки на сети. Насколько энергосистема Республики готова к прохождению этого сложного периода? Подготовка к этому ответственному периоду начинается в филиале еще в начале года, поэтому можно сказать, что на сегодня филиал уже вышел на финишную прямую. Для обеспечения надежного энергоснабжения потребителей и своевременной и качественной подготовки энергообъектов к работе в предстоящий осенне-зимний период проведен большой объем работы. На сегодняшний день выполнен ремонт почти 138 км линии электропередачи различного класса напряжения. Это составляет 99% от годового плана. Наши специалисты также провели ремонт 216 трансформаторных подстанций и 16 трансформаторов распределительных сетей. На подстанциях 110-35 кВт отремонтировано 186 коммутационных устройств. Повышенное внимание было уделено и работам по расчистке просек в охранной зоне ЛЭП, где специалисты очистили от древесно-кустарниковой растительности 32 гектара. В Прикубанском районе завершается одно из важных мероприятий в рамках подготовки энергосистемы к пику нагрузки на сети, монтаж системы плавки гололеда на воздушной линии электропередачи 110 кВт, ГС-1 ГАЭС и ГС-1 ГС-2. Кроме этого, в соответствии с графиками проводятся противорийные и противопожарные тренировки диспетчерского и оперативного персонала, в ходе которых отрабатываются различные варианты нештатных ситуаций. В настоящее время степень готовности энергетических объектов к прохождению максимума нагрузки на сети оценивает специально созданная комиссия, которая уже приступила к двухэтапной предварительной проверке качества проведенных работ с выборочным посещением электросетевых объектов. Ежегодно горнолыжные курорты Карачао-Черкесии привлекают десятки тысяч туристов, желающих насладиться великолепной природой и активным отдыхом. Естественно, что к приему такого количества отдыхающих готовятся все службы и ведомства, и органы власти, и спасатели, и медики, и коммунальные службы. Филиал Карачао-Черкеск Энерго проводил ли какие-то дополнительные мероприятия по подготовке энергообъектов, снабжающих курорты электроэнергии к зиме? Конечно, в течение всего года подготовительную работу и мониторинг ситуации на всех энергообъектах, обеспечивающих электроэнергии наши горнолыжные курорты, ведут и специалисты филиала Карачао-Черкеск Энерго. Мы понимаем, что работа всех социальных и туристических объектов, а значит комфортный отдых гостей, зависит от их бесперебойного энергоснабжения. Поэтому к ремонту и техническому обслуживанию линий электропередачи, подстанций и трансформаторных пунктов привлекаются специалисты всех производственно-технических подразделений филиалом. На энергообъектах, снабжающих энергоресурсом курорты Тиберда, Домбай и Архыз, специалисты выполнили капитальный ремонт и техническое обслуживание 21 трансформаторной подстанции и 10 линий электропередачи. К зиме подготовлены линии электропередачи Зеленчук-Буково, Буково-Архыз, Зеленчук-Лунная Поляна, Касаева-Тиберда, Зеленчукская-ГАЭС-Касаева, Тиберда-Горная, Горная-Ганачхир и других. Здесь частично заменены изоляторы, восстановлены металлические углы на опорах, проведена расчистка охранной зоны ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности. Ну и также подготовлено к прохождению пика нагрузки на сети оборудование Центрального распределительного пункта Домбай в одноименном горнолыжном поселке. Этот питающий центр является единственным источником электроснабжения инфраструктурных и туристических объектов курорта, поэтому наши специалисты отремонтировали здесь основное и вспомогательное оборудование. Также проведены все необходимые работы по техническому обслуживанию объекта. Выполненные мероприятия позволят обеспечить надежное и качественное электроснабжение горнолыжных курортов. Особое внимание электроснабжению курортов будет уделено и в новогодние, и в рождественские праздники. Это традиционная работа, которая проводится каждый год. В этот период в режим повышенной готовности переводятся оперативно-выездные бригады карачаевских и зеленчугских РЭС, в зоне ответственности которых находятся курортные поселки, а также бригады линейных участков службы технической эксплуатации и организации ремонта филиала. Для оперативного реагирования на внештатные ситуации для них разработан план действия, оповещений и вызова, подготовлен автотранспорт и спецтехника, создан аварийный запас материалов и оборудования. Также на всех подстанциях, обеспечивающих электроснабжение курортов, будет обеспечено круглосуточное дежурство персонала. Каким еще объектам было уделено внимание при подготовке к прохождению пика нагрузки на сети? Я хочу отметить, что в энергетике не бывает главных и второстепенных объектов. Вся энергетическая система связана между собой, поэтому ежегодно ремонт и техническое обслуживание наши специалисты проводят на всех наших объектах без исключения. Только такой подход может гарантировать надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей республики. Но что же касается конкретных объектов, то, конечно же, большой объем работы проведен на питающих центрах 110-35 кВт, от которых электроэнергию получают все населенные пункты республики. Только в течение августа и сентября, то есть за два последних месяца, наши специалисты провели ремонт общеподстанционного оборудования на 29 центрах питания, которые обеспечивают электроэнергией в несколько районов Карачаева-Черкесии. В частности, специалисты от Гехабльской группы подстанции выполнили ремонт питающих центров Иконхал, Керкин-Шахар и Старокувинска, от которых запитаны населенные пункты от Гехабльского и Ногайского районов. В Узжигутинской группе подстанций к прохождению пика нагрузки на сети подготовлены подстанции Николаевская, Узжигута и Ток Москвы. Также проведен ремонт основного и вспомогательного оборудования на питающих центрах Зеленчукской, Прикубанской, Черкесской, Карачаевской и Малокарачаевской групп подстанций. В целом, специалисты филиала практически завершили основной объем работы по подготовке электрооборудования подстанций 110-35 кВт к осенне-зимнему периоду. Ремонтные работы и техническое обслуживание проведены на 62 питающих центрах, обеспечивающих электроэнергией все населенные пункты республики. К прохождению пика нагрузки на сети подготовлено свыше 2000 единиц основного и вспомогательного оборудования. Также большой объем работы выполнен в распределительных сетях 10,04 кВт. Здесь заменены 22 трансформатора, отслуживших свой срок работы. Для улучшения качества электроснабжения вместо голого, неизолированного провода смонтировано более 31 км самонесущего изолированного провода. На воздушных линиях 10,04 кВт заменены около 600 дефектных изоляторов. Почти 70 км провода заменены или усилены почти 900 опор. Отремонтированы более 280 трансформаторных пунктов. Работа по поэтапному обновлению энергообъектов, выработавших свой эксплуатационный ресурс, проводится в филиале каждый год. При этом особое внимание уделяется сетям низкого напряжения, по которым осуществляется энергоснабжение потребителей Карачаева-Черкесии. А насколько готов персонал к осенне-зимнему периоду? Ведь от способности специалистов правильно и своевременно реагировать на внештатные ситуации тоже многое зависит. Да, это тоже одно из направлений нашей работы по подготовке к ОЗП. Готовность персонала к пику нагрузки на сети мы отрабатываем на противоаварийных тренировках диспетчерского и оперативного персонала на учениях, где моделируются различные варианты нештатных ситуаций. В их числе тренировки по вводу графика временного ограничения потребителей электрической энергии на территории Карачаева-Черкесии при недостатке электрической мощности. Также противоаварийные тренировки по отработке навыков работы в условиях чрезвычайной ситуации и особого режима работы. Также в настоящее время в филиале на 100% укомплектован аварийный запас оборудования и материалов. Для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в постоянной готовности находятся 8 оперативно-выездных бригад и 2 мобильные бригады филиалом. Таким образом, филиал Карачаева-Черкеска-Энерго выполнил весь комплекс необходимых мероприятий для безаварийного прохождения пика нагрузки на сети. Мы напомним, что сегодня у нас в студии был главный специалист Департамента по взаимодействию со СМИ Россети Северный Кавказ Надежда Алакаева. На этом информационно-аналитическая программа «Ракурс» подошла к концу. Выпуск подготовлен корреспондентами службы информации, секретарь и оператор монтажа Мурат Аджиев. В студии была Мадина Жужуева. Мы с вами прощаемся. Удачной рабочей недели и отличного настроения!